Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в недавнем посте рассказал о российско-грузинском конфликте. Как отмечает Саакашвили, вооруженные силы Грузии сделали невозможное. Я помню каждую минуту, каждую секунду тех августовских дней. Я помню лица наших солдат, помню сотни тысяч тбилисцев, вышедших на улицы. Ни на лицах солдат, ни на лицах людей я не видел страха. Я видел тревогу, конечно, было сильное волнение, но не было страха и не было желания сдаваться. С самого первого момента я повторял, что Грузия никогда не сдастся. И то же самое говорил каждый человек, который в те дни выполнял свою государственную функцию и просто занимал гражданскую позицию. Вооруженные силы Грузии смогли остановить в 10 раз больше врагов за несколько дней, пока мы не выиграли время и мир не проснулся. Тогда Россия не смогла выполнить весь свой стратегический план, не смогла взять столицу Грузии, не удалось свергнуть грузинскую демократию и грузинское правительство. Потом русские активно проработали схему, с еще большим усердием поменяли чьи памяти слишком многих людей, убедили, что Грузия побеждена, убедили, что Грузия бежала. После финской кампании не было ни одного случая, чтобы советские войска из Советского Союза вторгались в какую-либо страну и не завоевали ее полностью. Похоже, что, к сожалению, все наше завоевание еще проводилось гибридным способом в 2012 году, и мы видим результаты сегодня. Поэтому задачей тогда была и остается задача защиты Грузии и ее освобождения. На этот раз надо навсегда избавиться от всех враждебных сил. Я настроен на победу, и я уверен, что люди, которые объединились в 2008 году, тоже настроены на победу. Нас нельзя обмануть, что мы проигравшие. Мы будем победителями. Родину Георгия Ансухелидзе, Татунашвили, героев Шиндиси, братьев Ромалашвили невозможно победить. Наши лучшие дни победы еще впереди и скоро будут, написал Саакашвили. Также лидер Лело, Мамука Хазарадзе, рассказал о конфликте. По его словам, даже когда 20% страны оккупировано, за колючей проволокой родина, Грузия придет к победе. Когда начался конфликт, а точнее, когда российская армия вторглась в Грузию, тогда я отдыхал в Турции со своей семьей. Я прилетел в Тбилиси последним самолетом через Киев. В салоне сидело несколько мужчин, в том числе один американский фотокорреспондент. Он спросил меня, зачем мне туда возвращаться. Я ответил, что Грузия сможет преодолеть все проблемы. Я в этом уверен, поэтому я возвращаюсь, заключил он.